Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами на детском канале Дарвиновском музее. Я отвечаю на ваши вопросы. Не так давно мы снимали видео, посвященное удивительному совершенно животному. Животное называется щитень. И вот получили такой вопрос. Щитни очень похожи на мечехвостов. Есть ли у них что-то общее? Но в целом, безусловно, общее у них есть. Во-первых, как и щитни, мечехвосты – животные древние. Как и щитни – это животные, относящиеся к членистоногим. Ну да, и кстати, как и щитни, эти животные обитают в водной среде. Но, пожалуй, на этом сходство заканчивается, а дальше начинаются отличия. Если говорить о древности, то всеми любимые динозавры – это просто дети по сравнению с мечехвостами, поскольку мечехвосты известны с ордовикских отложений. Представьте себе, что самые древние остатки мечехвоста, обнаруженные на сегодняшний момент, имеют возраст 445 миллионов лет. То есть, это животные, которые пережили массу различных вымираний, исчезновения огромного количества самых разнообразных больших и маленьких животных. Ну и продолжают жить по сегодняшний день. Конечно, сейчас мечехвосты уже не очень разнообразны по сравнению с их родственниками древними. И если из палеонтологии известно около 70 видов, вымерших мечехвостов, то сейчас на Земле встречаются всего-навсего четыре вида. Где эти животные обитают? Обитают они, начиная от Дальнего Востока нашей страны и вдоль всего побережья до Юго-Восточной Азии и на Атлантических побережьях Соединенных Штатов Америки. Сейчас эти животные не такие, может быть, многочисленные, как были когда-то в Древних морях, но, тем не менее, животные очень интересные и необычные. Но начнем с того, что они относятся к фелицеровым, то есть их родственники вовсе не раки и крабы, как можно было бы подумать по их внешнему виду, а их родственники скорее пауки. Вот из современных животных к паукам они ближе всего. Хотя по размерам они значительно превосходят пауков, даже самых крупных, которые сегодня обитают, потому что максимальный размер мечехвостов может достигать 60 сантиметров. Вот такое вот животное себе вполне не маленькое. Кстати, говоря на английском языке, это животное называется подковообразным крабом. Хотя, как мы выяснили, уже к крабу оно не имеет никакого отношения, но считается, что форма его панциря напоминает подкову лошади. Ну и, собственно говоря, отсюда такое название. Как устроены мечехвосты? Их тело можно разделить на три части. Головогрудь называется просома. На головогруди мы с вами что замечаем? Мы, во-первых, с вами сразу замечаем сложные глаза. У них есть сложные фасеточные глаза, расположенные на передней части просомы. И они не очень большие, может быть, они не очень качественно дают изображение, но, тем не менее, они есть. Но это не единственные глаза, которые есть у мечехвостов. Как ни удивительно, у этих животных всего девять глаз. Два глаза сложных, ну и, соответственно, семь глаз простых. Пять глаз расположено простых на верхней части панциря, и два глаза расположены с нижней стороны панциря, около рта. Вот такое вот достаточно необычное расположение глаз. Следующая часть мечехвоста, его брюшная часть, называется апистосома. Ну и еще у него есть такой хвост шиповидный, который называется телсон. Собственно говоря, многие считают, что это такое своеобразное жало, которое мечехвост может вас ужалить, уколоть, ну, в общем, принести какой-то вред. На самом деле, ничего подобного. Тельсон используется животным либо для руления в воде, либо для того, чтобы перевернуться. В том случае, если мечехвост окажется вверх тормашками перевернут, если у него сверху будет брюшко, вот чтобы перевернуться обратно, собственно говоря, он использует вот этот вот шип. А так, в общем, животное совершенно безобидное. Мало того, об этом мы будем говорить позже, это животное, которое приносит нам просто невероятную совершенно пользу. Так вот, если рассмотреть мечехвоста с брюшной стороны, то он тоже устроен необычно. На его просоме расположены конечности, причем первая пара, она маленькая, она снабжена небольшими крышнями, и эта пара используется для того, чтобы подбирать пищу и отправлять ее в рот. А вот рот у мечехвоста расположен очень в неожиданном месте, он расположен в центре просомы снизу на брюхе, между конечностями. И еще любопытно, что у мечехвоста нет челюстей, и, соответственно, свою добычу, свою пищу он перетирает именно при помощи ног и различных шипиков выростов, которые на этих ногах расположены. Далее на пистосоме, если мы посмотрим, расположены придатки, которые трансформировались в жабры. И жабры у мечехвостов тоже очень необычные. Они имеют форму, напоминающую книжку, и состоят как бы из отдельных таких листков. Мечехвосты животные водные, но в принципе на воздухе они тоже, если жаберные книжки сохраняют влагу, они тоже какое-то время могут дышать. Чаще всего мы мечехвостов не видим. Они находятся в море, на мелководье, на глубине порядка 10-40 метров. Они взрываются выл и питаются, в общем, самыми всякими органическими вещами, которые могут там найти. Это могут быть мелкие какие-то организмы, детрит и так далее. Вот, все это они отправляют себе в рот. А вот когда наступает период размножения этих животных, они отправляются на берег, и в зоне прибоя собираются просто огромное количество мечехвостов. Настолько эти количества большие, что раньше мечехвостов собирали и, представьте, готовили из них удобрения для того, чтобы удобрять сельскохозяйственные поля. Ну, по счастью, сейчас так уже, конечно, никто не делает. Что еще интересно, у мечехвостов самки крупнее, чем самцы, причем, ну, значительно, примерно на треть. Еще любопытно, что вот их верхняя часть их панциря обрастает сверху самыми разными организмами, которые ведут прикрепленный образ жизни. Поэтому мечехвостов иногда называют такими ходячими музеями различных морских организмов, кого только не найдешь на их панцире. Так вот, когда приходит пора размножения, то более мелкие самцы забираются сзади на панцирь самки и прикрепляются при помощи особого строения их конечностей. Ну, вот у них, как и у самок, тоже есть маленькие конечности, которыми хелицеры, которыми они отправляют пищу в рот. А дальше у них расположены очень необычные ножки, которые напоминают боксерские перчатки. Это как кулачок с крючком. Вот эти вот ножки нужны для того, чтобы зацепиться, заякориться на панцире самки. Иногда на панцире самки могут закрепиться даже не один, а несколько самцов. И вот самка выбирается на песок, выкапывает ножками ямку и откладывает туда яйца. Чем крупнее самка, тем больше яиц она может отложить. Собственно говоря, вот это основной смысл того, что самки крупнее самцов. Соответственно, для самки размер играет очень важное значение, поскольку чем она больше, тем больше потомства она может оставить. Она довольно долго могут жить. Точно не установлено срок жизни мечехвостов, но считается, что от 20 до 40 лет. И они довольно поздно становятся половозрелыми. Где-то в районе 9-10 лет только они могут участвовать в размножении. А вот те икринки, которые отложила самка, они развиваются. В этих икринках образуются эмбрионы и из икринок выходят уже свободно плавающие личинки, которые, кстати говоря, напоминают внешний трилобитов. Они так и называют эти личинки, ученые называют их трилобитными. Ну и дальше личинка растет, питается, претерпевает различные трансформации, успевает перенять 17 раз до того момента, когда она станет взрослой и достигнет уже размеров таких, чтобы она была способна к размножению. Но, увы, конечно, выживают не все потомки, потому что эти икринки становятся очень такой лакомой пищей, например, для различных куликов, которые выкапывают яйца мечехвостов из песка и с удовольствием их поедают. Ну а маленькие мечехвосты, пока еще они не выросли, и их панцирь не стал для них хорошей защитой, являются легкой добычей многих водных животных, это и различных хищных рыб, и морских черепах, и так далее. То есть, конечно, выживание у них достаточно непростой процесс, особенно на ранних стадиях развития. Но здесь помогает довольно высокая плодовитость, потому что каждая самка откладывает примерно от 6 до 16 тысяч икрин. Ну и вишенка на нашем сегодняшнем торте. У мечехвостов совершенно фантастическая кровь. Во-первых, она голубого цвета, потому что у мечехвостов не гемоглобин, как у нас, например, с вами, придающий нашей крови красный цвет. А у мечехвостов пигмент, который переносит кислород по тканям, называется гемоциан. И в нем содержится соединение меди. Собственно говоря, именно они придают крови такой необычный голубой оттенок. Но если точнее сказать, на самом деле это даже не кровь, а это гемолимфа. В крови мечехвостов пигмент не находится в специальных каких-то клетках, как, например, наш гемоглобин находится в эритроцитах. А вот у мечехвостов пигмент, гемоциан, он просто находится в гемолимфе, а не внутри клеток. Кровь не только необычна по своему виду внешнему. Кстати, о том, какая бывает кровь у животных, какого цвета она может быть, мы рассказывали вот в этом видео. Вы можете узнать, какого еще, кроме красного и голубого цвета, бывает кровь у животных. Так вот, но не это самая главная фишка крови мечехвоста. Самое главное, что в его крови находится особое вещество, которое называется коагулен. Это такой белок, который реагирует на присутствие различных бактерий или на присутствие тех веществ, которые выделяют бактерии в процессе своей жизнедеятельности. И это делает кровь мечехвостов невероятно для нас полезной такой вот жидкостью. Мечехвостов на Атлантическом побережье США собирают и, если так можно сказать, доят. У них делают забор крови определенного количества, конечно, не всей. Впоследствии их выпускают обратно в природу, но, правда, не все мечехвосты хорошо переносят эту операцию и считается, что примерно 30 процентов мечехвостов после этого не выживают. Хотя точных, конечно, исследований нет. Так вот, получают кровь мечехвостов, а из этой крови выделяют реагент, то самое вещество коагулен, которое реагирует на любую примесь в жидкости. И, соответственно, в случае, если жидкость загрязнена бактериями или следами их жизнедеятельности, то происходит коагуляция и вокруг вот этого вот бактерии или вокруг ее различных веществ, выделяемых в организм, образуется такой сгусток гелеобразный. Зачем люди собирают кровь мечехвостов? А дело все в том, что именно это вещество, добываемое из крови мечехвостов используется для того, чтобы проверять различные медицинские препараты на чистоту, чтобы они были безопасны для человека. И, собственно говоря, если вы когда-нибудь делали, например, какую-то инъекцию или вам ставили капельницу, то совершенно точно вы можете сказать, что мечехвосты приняли очень важное участие в вашей жизни и помогли вам сохранить здоровье. Потому что, действительно, это вещество используется очень широко и применяется практически при тестировании всех медицинских препаратов. Надо сказать, что с одной стороны это все, конечно, здорово, но с другой стороны, к сожалению, это приводит к тому, что мечехвостов становится меньше. И в какой-то момент может случиться так, что мечехвостов будет настолько мало, что мы уже не сможем получать вещество, необходимое для того, чтобы проверять наши лекарства. И мечехвостов жалко, честно говоря, потому что животные довольно милые и совершенно безобидные. И почему они должны, собственно говоря, страдать ради нашего с вами здоровья. И поэтому учеными ведутся такие исследования, и они пытаются получить искусственный синтетический аналог этого вещества, получаемого из крови мечехвостов. И вот в 2016 году аналог этот был получен, но, правда, пока еще он широко не внедрен, пока еще идут его испытания, исследования. Но, может быть, скоро не понадобится ловить мечехвостов и получать их кровь для того, чтобы проверять медицинские препараты. Я надеюсь, рассказал вам сегодня что-нибудь новое, интересное, и вы поняли, что мечехвосты не только прекрасны, но еще необычайно полезны. И спасибо большое за ваши вопросы чудесные, которые вы нам пишете. Мы с вами находимся на крыше выставочного комплекса. Здесь продолжается выставка замечательная. Называется она «Москва. Среда обитания». И у вас есть возможность еще ее посетить и увидеть множество разных интересных экспонатов на этой выставке, которые были подготовлены молодыми художниками. Ну и заодно посмотреть экспозицию нашего музея. Почему бы нет? Приходите, мы всегда вам рады. Присылайте свои вопросы, подписывайтесь на наши каналы. И всем хорошего дня!